Уважаемые студенты, пожалуйста, еще одна минуточка внимания и потом начнется неофициальная часть, где можно будет пообщаться, поговорить, а сейчас чуть-чуть, внимательно, да, официальности немного. Итак, значит, сегодня я бы сказал, матч удался, не знаю кто как, но мне очень даже понравилось. Сегодня было максимальное количество команд, которые я на наших матчах встречал, сегодня их было 7. Значит, 7 место заняла команда Самбо, 6 место заняла команда С1, 5 место заняла команда С2, 4 место заняла команда Вольный Стрелок. И переходим к самой, так сказать, ответственной части. Третье место, я считаю, что в довольно упорной борьбе сегодня заняла команда ГТК. Пожалуйста, вручить вам, поздравить, во-первых, вашу команду, составе Каравана Анатолия Кептини Юрьев, Борсаковского Игоря Хоменко Руслана с третьим местом на сегодняшнем матче. Вручить. Второе место заняла команда наших гостей, это команда Три Гайдука. И первое место заняла команда Унитон, в составе Юнитон, извините, Иванов Андрей, Лупа Вячеслав, Гришин Евгений, Карабан Юрьевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Учитываю, это звездная команда, да. Учитываю, выходите, давайте все. Давайте, послушайте, посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот-вот здесь снимается все, все работает. Андрей, Андрей, капитан команды. Значит, сегодня личная борьба была не менее жесткой, я бы даже сказал. Сегодня у нас три дисквалификации. Довольно-таки жесткая борьба. И в результате ее выявили следующие места. Значит, в пятое место Булат Юрий. Четвертое Драмбулько Александр. Третье место Тимофтья Олег. Место Олега сегодня было под вопросом, потому что начался пожар, мог не позволить ему закончить упражнение. За третье место. Поздравляем. Молодец. Олег, поздравляю. Второе почетное место получил Ваш покорный слуга Караван Анатолий. АПЛОДИСМЕНТЫ И первое место занял, опять же, стрелок из города Кишинева, Иванов Андрей. Это техника, за которой надо смотреть, следить, учиться. Молодцы. Поздравляю. Я надеюсь, что сегодняшний матч всем понравился. Все получили удовольствие. Но не без, скажем, изысков. Я заметил, в нашем матче все отличаются какими-то, значит, изощрениями. Отдельно хочу сказать спасибо ребятам, которые помогли мне на построении упражнений, на организации матча. И, конечно же, которые сегодня помогли мне нам судить. Саша, спасибо. Спасибо. Ну и в заключении несколько слов по желанию. Да. Значит, большое спасибо всем командам, принявшим участие в нашем чемпионате. Надеюсь, Лула сегодня выезжала руководством, писать в Минсанске, можно комитета. Он первый раз на этом матче. Ему сразу очень понравилось. Сам он мастер спорта по дзюдо. И вообще культивировать начал дзюдо в ГТК. Когда он увидел, говорит, все, это стреляем, ну и, конечно, дзюдо. То есть все равно дзюдо практически на первом месте, дзюдо уже перешло на второе место. Поэтому то, что вы показали, очень приятно, что Государственный комитет дальше продолжает активировать эту стрельбу. Ну, не знаю, когда мы встретимся. Наверное, уже встретимся мы на открытом чемпионате ГТК по среди силовых министерств, как мы стреляем каждый год. Ну, если получится, да, еще что-нибудь придумать. Да, если что-нибудь придумать, я бы такое уважаю, что российский степан. Кто-нибудь новогодний, 8 марта, 1 сентября. Масса повода. День за 4-5. Отлично. 9 мая ты обещался. Пойдет. Заключительное слово. Дома, мать. Повти. Пендро. Thank you very much. Ребята, еще раз хочу сказать, что очень радует тот факт, что данный вид спорта развивается в Приднестровье. Это еще раз не лишний раз отметить. И хочется сказать, что везде, скажем так, у нас в Молдавии, то же самое в Приднестровье, в Молдавии, левый берег, правый берег. Это все строится за счет энтузиазма. Энтузиазма как организаторов, так представителей структур, те, кто понял целесообразность и необходимость. И также именно конкретно вас, стрелков, кто проявляет интерес, желание к практической стрельбе. Поэтому еще раз хотел бы обозначить, что это все держится сейчас на энтузиазме. Поэтому от себя лично, как представителя уже 6 лет, я сталкиваюсь, скажем так, с разными людьми, с разными структурами. И еще раз хочу сказать, что вся стрельба, весь этот вид спорта держится именно на вас. Мы организовываем, но вы, как участники, продвигайте своим участием данные без спорта Республики Молдавии. Тем самым, самое главное, пропагандируя безопасное обращение с оружием, культуру обращения с оружием. И внедрение новых методик огневой подготовки в спецподразделения и среди гражданского общества, как культурных граждан, скажем так, нашего общества.